приветствую на к своем канале всех любителей таро меня зовут ева лехцер я рада вам представить новинку этого года таро предвидение звездочета во многих версиях а называется еще таро звездочета ну сейчас в общем обо всем детально и подробно я вам расскажу и покажу те кто хотел видеть ранее в instagram видели у меня небольшой превью по поводу этой колоды и вообще в принципе в instagram вы чаще можете видеть какие-то новинки поскольку как только приходит какая-то колода я делаю краткий рилз и вы уже можете увидеть нить повествования о том какая колода плюс-минус что она себя представляет как она по энергетике поэтому для тех для кого актуально подписывайтесь и на youtube и instagram и будете в курсе всех последних новинок и так мы с вами приступим значит колода пришла вот в таком вот боксе посмотрите как это сделано с душой с любовью бокс я не вижу смысла показывать со всех сторон просто но коробка вот такая вот мерцающие то сделано достаточно красиво добротно но никаких подписи ничего нет то есть для кого это было важно это просто как бокс для транспортировки открываем при помощи шелковых лент первое что здесь лежало это коврик я хочу сказать что но так как эта колода была подарочная то есть мне ее подарили я не знала что входило в комплектацию написала в принципе автор колода действительно ли в комплектацию входит коврик на что мне ответили да но коврике так понимаю может меняться зависимости от того что у них есть наличие не только коврик здесь есть еще минералы то есть они надо кладут камни на на свое усмотрение те которые у них есть в общем сейчас вам все покажу и так сам коврик вот такого плана скажу честно размеры я не замеряла но очень добротный почему потому что посмотрите здесь у нас идет печать здесь видно что идет классная проклеенная ткань то есть она плотно она не светится вам удобно будет раскладывать карты но это больше наверно такой походный вариант почему потому что для больших раскладов вам требуется большая площадь рабочего стола и вам просто ее может быть мало недостаточно так вот положили минерал у вас он может быть в боксе абсолютно любой видимо какой автор сочтет нужным положить вам так и вот здесь еще лежали такие штучки скажу честно их ранее видео но я не знаю что это такое для чего они используются поэтому те кто владеет информации напишите мне об этом комментариях потому что честно говоря я не знаю я понимаю что опять же это какой-то магический инструмент который используется для предсказаний но каким образом с ним работать пока еще эти нюансы не выясняла все это по сути все содержимое бокса который вы можете здесь ведь это просто красивая упаковочная бумага ничего здесь более нет поэтому все ненужное мы с вами отставим уберем будем переходить к самой колоде вот такой вот бокс так он выглядит скажу честно сама именно коробка внешняя не совсем меня впечатлила то есть это не является масс-маркетом это сам издат что здесь не впечатлило ну вот это показалось я понимаю что таковой просто транспортировочная коробка нет смысла к ней придираться она хорошо выполнена качественная да но тем не менее как и рюблекла и вот здесь как-то не проработано или же нужно было обклеивать полностью или сразу создавать принт на коробке вот таким вот образом изымается у нас с вами колода при помощи шнура который встроен в бокс и просто тянете и достаете карты и так вот сама колода сама наша прелесть наша красота которую я очень давно ждала вот такая шикарная рубашка как вы видите рубашка здесь у нас будет односторонняя то есть вы если практикуете на прямых на перевернутых ну конечно это будет видно хотя по сути когда вы в потоке вы можете на это не обращать внимание и многих это не смущает можете работать перемешивать карта в общем как вам удобно значит срез у колоды идеальный идеальная вырубка шикарная полиграфия здесь это уже я работала поэтому изначально склады все было в порядке не смотрите если есть какие-то неточности или неровности потому что у меня претензий к самой колоде когда достала не было двухсторонняя матовая ламинация вот такая толщина карты сейчас вам покажу про демонстрию карты очень плотные хорошего качества но сразу хочу заявить поскольку это авторская колода на многих площадках там где она продается не буду выяснять на кто кабака первого кто у кого передирает но эту колоду печатает несколько издательств какого качества у других издательств я не знаю мне конкретно эту колоду заказывали в магазине панда ссылочку потом оставлю в описании итак давайте же смотреть на эту красоту не знаю как будет передавать мой гаджет цветопередачу этой колоды но настолько красиво настолько глубоко и изумительно что у меня просто дикий восторг от этого инструмента более того сегодня более часа сидела залипала на этой колоде рассматривала все детали все нюансы это потрясающе что ну зовут так не порадовала мне это не смутило но тем не менее нет никакого мануала то есть нет никакой назовем так инструкции как мы привыкли мбк для кого значимо ну может это быть проблемой любом случае мне кажется можно написать автору проекта который в колоду издает может они дополнительно издадут книгу мбк или у них из pdf файл который они вам могут переслать но к самой колоде этой книги не идет итак что мне нравится я очень люблю в последнее время безрамочные карты мне не нравится когда рамки они как-то обрезать восприятие но это чисто моё плюс она вся выполнена в монохроме то есть одна цветовая палитра каждой карты это шикарно и видите такая тонкая надпись которая по сути у вас особо ничем не напрягает почему потому что не бросается в глаза мы тем не менее читабельно тут идет нумерация аркана видите вот шут 0 здесь подписано дурак и больше никакой отсылки меня спрашивают какой традиции относятся и как и школе относится эта колода могу сказать сразу к смешанной традиции почему потому что здесь у нас сила идет 8 справедливость нас лет 11 это то что у нас присуще английским школам по принципу да там 2 это и здесь я не могу сказать что особо прорисованные младшие арканы вы сейчас это увидите то есть это то что относится к французской школе но опять же если опираться то что у нас дурак здесь все-таки идет нулевым как бы первым в колоде то это уже у нас ведь английская школа то есть французская школа здесь не пахнет ладно отбросим эти детали начнем с вами смотреть и так дурак буду подносить максимально близко что вы могли рассмотреть для себя всю глубину этих карт этого 3d рисунка но это действительно потрясающе еще раз хочу заметить что возможно у вас карты через экран могут передаваться иначе все зависит от цветопередачи моего гаджета и ваших на которых вы смотрите обзор но они действительно поражают своей глубиной я думаю зачитывать нет смысла все подписано вы прекрасно понимаете где маг где жрица обзор колоды я всегда делаю больше с позиции визуального ряда обращаю внимание на качество колоды чтобы вы могли посмотреть и для себя определиться нужно вам это или нет но карты просто поражают своей глубиной своей красотой каким-то сюрреалистичным передачи этой энергетики это просто классно она очень легкая сегодня конечно везде не юзова после того как получила проверяла как на какие-то раскладами то есть рабочие все в порядке можете брать работает отлично коммуницирует как вы уже успели увидеть догадаться колода у нас создана при помощи искусственного интеллекта и могу сказать что это одна из немногих колод которая действительно выполнена добротно качественно то здесь вопрос не только в том насколько точно глубоко проработаны все мелкие детали но насколько точно выполнена цветопередача резкость это все дает глубину этим арканом и вы посмотрите посмотрите на эту красоту на этого отшельника поэтому не каждая колода может похвастаться действительно таким качеством возможно ну как мне кажется она наверное лучше бы глубже и богаче смотрелось бы в глянце не знаю будет ли у издательства разновидность этой колода именно в глянцевом варианте но вот двусторонняя матовая ламинация она подходит как раз тем кто работает на ю тубе или в социальных сетях там где вы выполняете делаете расклады почему потому что у вас карты не бликуют при любом освещении при том как у вас там стоит камера с этим никаких проблем нет то есть кого до себя прекрасно идет делал очень нравится глубина карт в чем-то как бы не стандартная подача прорисовка то есть классики вы здесь не увидите это все-таки колода оракульного типа но от этого она не становится менее прекрасной действительно глубокая потрясающе причем для меня здесь прекрасно не только старшие арканы но и младшие в том числе аркан миром просто завораживает посмотрите какая глубина так переходим к масти жезлов но здесь все банально да казалось бы один жезл два жезла и так далее но тем не менее присутствует фон присутствует такая некая прорисовка изменение в подаче то есть это тоже по-своему красиво и жезлы тоже видите разноплановой формы то есть колода не является скучной и какой-то примитивной шестерка жезлов семерка конечно она в большей степени подойдет уже для тех кто практикует давно потому что новичкам очень сложно запомнить на базовые значения карты и потом надо привязать когда они смотрят на вот эти вот арканы как говорю по всем палочек 6 палочек 10 палочек не им сложно вспомнить о чем здесь идет речь намного легче работать знаете как пусть этой каракульные колоды будут да но по системе у это когда даже младшие арканы прорисованы и тогда человеку легче идет информация но для тех кто уже на практике 2 собаку съел это не проблема вам будет комфортно легко с ней работать но для тех которые начинающие даже вот новички не знаю что у меня ученицы одной уже приобрели эту колоду на подарок написал ее мужчиной попросил где можно купить такую красоту на подарок я к чему говорю что даже если вы сейчас пока новичок пока вы только в начальном этапе пути в любом случае это колода впоследствии для вас все равно станет таким незыблемым инструментом не только жемчужиной вашей коллекции когда вы поднаберетесь опыта вы сто процентов на нем будете практиковать потому что тут как бы разные даже вот чаши соответственно вы сможете запоминать где там пятерка где шестерка у вас все равно этот визуальный ряд откладывается в памяти и ассоциации с той теоретической базой которая вы владеете плюс у вас потом уже появятся свои наработки но колода просто великолепно если бы они конечно сделали еще к ней мануал было бы просто потрясающе мне нравится смотрите какая подача десятки чаш свеча и чаши да по принципу все вокруг семейного стола вот на настолько реалистичные картинки вот действительно как будто ты погружаешься в эту прорисовку но вот здесь да у нас нет рыцарь чаш но новички могут спутать подумать что это рыцарь жезлов потому что несмотря на чашу здесь у нас присутствует огонь поэтому будьте внимательны посмотрите какой шикарный король чаши просто потрясающий но вместе с тем вот глубина остальных карт мне говорят ой там младше наверно не так красиво прорисованы но вот что туз пентакли а посмотрите на глубину этой двойки пентаклей но это просто великолепно каждый аркан по-своему уникален с глубиной с душой прорабатывать то есть найти как необычно просто там наляпали быстренько лишь бы сдать колоду с искусственным интеллектом а здесь все-таки видно что люди старались подойти к этому с душой чтобы это было из ты эстетично и практично и действительно соответствовало скажем тому посылу которую вкладывается в орган десятка пентаклей насколько кстати равнодушно к картам двора в каком плане ну рыцарь и рыцарь вот здесь такие красивые арканы что король чаш что рыцарь пентаклей королева пентаклей просто влюблена в нее очень красивая подача и масть мечей красиво могу сказать однозначно равнодушным это колода никого не оставит безусловно кому-то она зайдет кому-то нет это уже исходя из вашего восприятия и тот уровень энерговибрации который она у вас вызывает но могу сказать что практикующим однозначно понравится потому что это как будет изюминка ваша коллекция и завершаем картами двора масти мечей и собственно на этом все пустой карты здесь у нас нет поэтому к сожалению если у вас потеряется какой-либо из аркады тарканов либо будет испорчен то восстановить вам будет сложно то есть по идее нужно заказывать новую колоду ну а так посмотрим как она будет себя проявлять в работе планирую конечно же на ней снимать расклады баловать вас раскладывать и посмотрим как она будет отзываться в недельных и месячных раскладах я вас благодарю за просмотр оставляйте ваши комментарии какие колоды вы хотели бы увидеть на обзоре или поделитесь своим впечатлением если это колода у вас уже есть коллекции есть в работе как она с вами взаимодействует но я также благодарна каждому за вас за донаты потому что благодаря донатам я не только обновляю свою коллекцию но этой коллекции балую вас благодарю вас за просмотр с вами не прощаюсь до новых встреч